Мы прямо сейчас уже готовы связаться с участниками этого проекта, Евгений Кекер и Виталий Черков. Здравствуйте, доброе утро, ребята! Доброе утро! Здравствуйте! Так, у вас 12 мая прошел эфир онлайн, который собрал 7 тысяч участников, верно? Да, было такое. Расскажите об этом поподробнее. Виталий. Да, мы решили провести онлайн-трансляцию нашего выступления. Чтобы как-то объединить людей, поделиться энергией, показать, что на карантине все-таки можно как-то интересно проводить время, чтобы передать энергию нашему музыку. Потому что обычно с приходом лета, весны, проходит много мероприятий, где можно выступать, но в связи с карантином мы только так, получается, можем делиться нашим творчеством. Провели онлайн-концерт, это было в рамках проекта «Таврида помогает», опять же. Нам сказали, что много стримов по разным направлениям. Ваше направление, как мы уже выяснили, музыкальное. Ребята, расскажите, как давно занимаетесь музыкой? О, на всю жизнь? Да. Но вместе мы работаем более двух лет. А так музыка, да, с самого детства, наверное. Скажите, пожалуйста, а что вы представляли в прошлом году непосредственно на самом проекте «Таврида арт» и как проходило в прошлом году ваше, возможно, выступление или как вы принимали участие? А, дело в том, что в «Тавриде» именно в форуме мы еще не принимали участие, мы только подали в этом году заявки и вот ожидаем новостей, как это все будет проходить. Ну, в общем, режим дистанционный вас ни в коем случае не расстроил и, наоборот, прибавил каких-то сил, креатива. Ну, конечно, куда деваться. Останавливаться нельзя. Подскажите, пожалуйста, как вы узнали об этом онлайн-проекте «Таврида помогает»? Возможно, вам кто-то сказал или вы сами где-то нашли? Как проходит регистрация? Как договориться с тем, чтобы вас взяли в эфир? Расскажите, пожалуйста, поподробнее эту систему. А, ты хочешь рассказать? Да, нам о этом проекте рассказал организатор творческого объединения «Эрестудио», сказал, что есть такой проект, что мы как раз все можем себе показать, попробовать и поучаствовать в этом проекте. Оформить заявку совсем несложно, оказалось. Просто пишешь о себе, указываешь дату и время проведения своего онлайн-эфира. И все. В принципе, любой дом. Ничего сложного. Спасибо большое. Как нам сказала Елена Куликова, что будут возможны денежные поощрения в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Ребята, скажите, боретесь ли вы за это или вам главное, в первую очередь, дарить творчество, свое творчество людям? Если честно, вначале мы и не знали о денежной, так сказать, компенсации. Нам изначально просто сказали, что можно поучаствовать в проекте, снять эфир. Но это, конечно, приятное поощрение. Но главной целью это, конечно, не является. Настоящие артисты, настоящие деятели искусства, для которых это самое искусство является самым главным вознаграждением. Ребят, скажите, удивило ли вас то, что на вашей онлайн-трансляции было 7 тысяч зрителей? Да, было неожиданно. Даже не знали, сколько людей присоединиться. Но оттого было интереснее и хотелось еще больше выложиться. Хотелось больше дать энергии, подарить людям. Нам кажется, что все получилось, как хотели. Мы верим, что в вашем следующем онлайн-эфире будет не 7 тысяч, а 70, потом 7 миллионов, потому что, ребята, ваше творчество, да и вообще, в принципе, творчество должны видеть все и как можно больше людей. Спасибо. Спасибо вам большое. Доброго утра. Спасибо за то, что присоединились. И прекрасного дня. Напомним, на связи с нами была Евгения Кикер и Виталий. Черков, участник проекта «Таврида» помогает. Это музыканты, прекрасные люди. Ребята, хорошего вам продолжения дня. Пока. Пока.